девочки всем приветики залила свои новые орхидеи водой поставлю на сутки не на ночь как всегда на сутки потому что у нас очень жарко и почва она практически сухая заливаю раз в неделю хотя в принципе летом зимой раз в две недели делаю летом раз в 10 дней но из-за того что очень жарко очень сухо не хочется чтобы вот эти вот красавицы у меня быстро быстро отцвели поэтому заливаю сейчас один раз в неделю вот эта желтенькая у меня это первая такая красивая сейчас ближе покажу смотрите такой красивый цвет и внутри вот она такая розовая но это в принципе стандартно они подкрашены и когда первое цветение проходит второй раз и все последующие разы она будет цвести белой вот они мои красоточки обожаю и орхидеи просто обожаю очень красивые цветы и в принципе уход за ними не такой уж и сложный мы сегодня выбрались с мелешкой в бассейн сейчас утро люди начинают подходить вон гетвора в детском бассейне вам не сокращается это очень теплая написано плюс 26 но я думаю намного теплее потому что когда заходишь и не чувствуешь что ты заходишь в воду и температура воздуха где-то плюс 28 когда мы выходили на на небе он такие небольшие облака как бы не очень жарко обычно в такое время уже подпекает до 30 но сегодня нормальному вода просто супер бассейн у нас отремонтировали все отреставрировали новую плиточку заменили водичка чистенькая вообще обалденно просто так что побудем где-то милешка ныряет побудем где-то наверно до 12 потому что здесь чем плохо нет у нас никаких вот этих вот не зонтиков и вот мы здесь возле барьер чека хорошо что закрыта вот такой вот зеленой пленочкой со своими штучками лежачками и нет зонтиков были бы зонтики было и цены не было этому бассейну а так шезлонги ладно как бы это не так важно а вот то что нет зонтиков конечно не очень хорошо и вот пока тенек здесь есть мы с миленкой в бассейне ну как раньше как выходили в этом году мой первый раз и я как только солнышко будет на горизонте тенок исчезнет пойдем домой обедать осень ну что ты расскажешь как тебе живется жарковато тебе дома я хорошая место ищешь где попрохладнее мою ты сладкая осенька чуть совсем ты стала абсолютно неприветливая осенька тики бегает гуляет гвозь к поднимется на крышу посидит немножко и назад далеко не уходит моя девочка моя хорошая осенька осенька осень аська но не хочешь да не хочешь общаться не хочешь общаться убежала да твоя подружка убежала гулять а ася тут осталась не берет тебя с собой моя ты золотая моя ты золотая покупать ее надо попробовала один раз донесла до ванны поставила в ванну только взяла душ и у вас и просто истерика началась пулей выскочила и потом вот как в свою переноску в которой мы ее везли на нее шипит так теперь и к ванне даже не подходит да даже в ванную комнату не заходит моя сладенькая моя девочка мою сон вот так нам хорошо вот так нам нравится моя лапочка моя девочка моя красавица только что получила посылку и аж целых два удивления первое то что при не привезли в субботу хотя доставка должна была быть на понедельник наверное скорее всего что понедельник у нас выходной день и второе удивление я заказывала шампунь и кондиционер ополаскиватели после мытья волос это новая я такого никогда еще не брала на замену взяла того шампуня который я постоянно покупала он тоже вот этот вот без парабенов без силиконов и без сульфатов не знаю хороший или нет попробую и опять же не поняла почему заказывала в одном и том же месте у одного и того же поставщика и прислали только шампунь смотрите полностью распустилась моя лаванда какая красавица она поле еще нет проезжала недавно нет так девочки во первых огромное спасибо всем за советы что дали мне по поводу моих цветочков и так рассказываю что я сделала я поменяла землю я пересадила но что удивительно никаких жучков никаких червячков не было не знаю в чем причина поменяла землю помыла горшок полностью и купила антибиотик для растений для того чтобы если цветы там или какие-то саженцы плохо принимаются то нужно поливать и ход сразу после пересадки вот этим антибиотиком вроде бы оживают смотрите вот этот уже вообще молодцом цветет и вот эти один только непонятный какой-то ну посмотрим что она будет а вот этот горшок он какая красота да спасибо написали мне что это оказывается валерьяна какая-то валерьяна но с петунией абсолютно и рядом не стоит потому что петуния она пахнет приятные такие цветы более крупные здесь каждый день я вот это вот сухие цветочки убираю и они такие нежненькие нежненькие что чуть-чуть и сразу вот видите как очень чувствительные к солнышку к дождику к поливу польешь вот так вот сверху милешка полила видите все листики он они цветы прям пропадают на питоне она не полива не боится не солнца не боится за этими конечно уход более такой хлопотный нас уже шесть часов вечера жара никак не спадает настолько душно нас три выходных дня снова вернее 2 уже осталось на прошлой неделе было четыре школу только пошли из понедельник вторник и потом среда четверг пятница суббота воскресенье отдыхали и на этой неделе понедельник вторник среда выходной четверг пятница и суббота воскресенье понедельник снова выходные но в принципе для нас от конкретно для Милена, это только в плюс, потому что мы все среды во Франции детки обучаются в начальной школе только 4 дня, в садике, и коль матернели, и вот эта начальная школа 4 дня учится. Но нам это большой плюс, поскольку мы использовали все среды, все каникулы, и на выходных днях тоже где-то часа по 2 занимаемся, догоняем французскую программу, все, что у них было пройдено за год. Мы нам дали учебники, дали все материалы, фотокопии всего того материала, который они прошли, и мы уже практически закончили. Там осталось совсем чуть-чуть, буквально месяц, но я думаю, что до конца июня мы справимся, поскольку Миленка вообще, что я хочу сказать, она молодец. Я думала, что будет возмущаться, ну, сейчас же такой возраст, плюс детям в выходные дни хочется больше побаловаться, погулять, куда-то сходить, где-то попрыгать, побегать, мульты какие-то посмотреть. Я думала, что будут сложности, что не будет хотеть обучаться, но ей вообще математика дается легко, и как бы по поводу математики проблем никаких нет. Поэтому, когда в школу идем, когда возвращаемся, тоже какие-то примерчики узно решаем, таблицу умножения повторяем. И грамматика, конечно, нужно было подтянуть. В библиотеке взяли книжки, те, которые вот они читали, там, сказки различные, различные рассказы, и вот это вот мы все читали. Плюс диктанты. Преподаватель нам дает слова, которые нужно выучить, и потом мы диктуем, а напишем, и параллельно идут уже те слова, которые они вместе с классом пишут. Уже подала я документы на запись на следующий год, что не знаю, как, что будет. Разговаривали с директором, и директор говорит, что лучше вы запишитесь, как бы выписаться потом можно будет, а записаться у них определенный срок, и уже после могут возникнуть какие-то сложности. Сегодня так мы хорошо в бассейне накупались, наплавались, немножко подгорели, хотя ушли рано. Мы ушли, и основная масса туристов уже стали подходить. Как бы люди, ну, в основном, знаете, как кто-то приходит до обеда, вот как мы, и там в 12 в час уходят. И люди, которые в отпуск к нам приезжают, они с утра отдыхают, потом в 12, где-то с 12 до часа они обедают дома или там в ресторане, и потом идут в бассейн. В этот раз, ну, сегодня, раньше очень многие приходили с такими сумками-холодильниками, и возле бассейна там есть такой, ну, как бы, нельзя назвать его парком, потому что всего 3 или 4 дерева. Но, тем не менее, есть ствол с накрытием, где можно будет пообедать. Сумки также есть такое место, куда ты можешь сдать и одежду переодеться, сдать одежду и там свою сумку-холодильник поставить, чтобы она же на жаре не стояла. И сегодня я аж удивилась, очень мало кто пришел со своей едой, но туристы уже, уже, уже подъезжают, приходят, очень много и на немецком разговаривают, и англичане, Артур говорил, что американцы тоже у них ужинали очень много. Ну, лето здесь всегда, начинается сезон, и туристов очень много. Я же почему всегда и говорю, что когда живешь в курортном месте, то вот создается такое впечатление, что ты всегда в отпуске, потому что люди приезжают, и как бы вот такая вот атмосфера, вот такое вот ощущение, что как бы они в отпуске, и ты вроде бы, хотя, да, 6 часов у нас. С одной стороны, да, вот некоторые вот иногда приходят такие комментарии, что вот, почему, как это так, ты не хотела, и сейчас приехала ты недовольна, и место классное, и тепло, и солнце, и море рядом. Есть плюсы свои, но есть и минусы. Я сложно переношу вот такую вот жару, и как бы климат, с одной стороны, вот когда ты не живешь постоянно, когда ты приехал, ты отогрелся, ты прогрелся, все тебе хорошо, на солнышке, на море, в бассейне накупался, и потом вернулся, где климат, ну, не такой вот жаркий. Когда постоянно, тогда сложновато, я вам могу сказать, ну, может быть, это для меня сложновато. Мне, в принципе, очень нравится, что нет зимы, что нет холода, нет, там, ой, двинулась стол ногой. Что, ну, как бы, с одной стороны, а с другой стороны, то и зима хорошо, как бы, четыре сезона все-таки лучше. Или же, чтобы более такой мягкий климат был, когда не так, что вот лето очень жаркое, у меня девочки говорят, ой, как выносить, как выносить, как душно, как жарко. Я говорю, ну, это еще тогда был май, сейчас вот только начало июня, вот что будет в июле, что будет в августе, вот тогда посмотрите. Сейчас это еще очень даже неплохо. Конечно, хорошо, что вот у нас есть бассейн, вот люди, которые там в квартирах живут, или вот как вот у нас дом, что только терраса, а участка земли нет, что ты даже маленький какой-то бассейн там надувной тот самый не поставишь. И когда вот есть муниципальный бассейн открытый, и есть возможность его посещать, то, конечно, это просто классно. Не у всех же есть дома с бассейнами, ну, возле дома. Ну, а с другой стороны, я вам скажу так, когда мы жили, у нас был, на вилле у нас был бассейн, то сегодня вот я купила два абонемента, они мне обошлись 31 евро 50 сантимов. Это 10 посещений, и месяц, считай, даже того, что ты там будешь ухаживать за бассейном, там, водой, во-первых, ее же нужно сливать, наливать, вот сезон прошел, плюс все вот эти пиаш, все вот эти чистящие, хлор, плюс электричество, потому что вода должна фильтроваться, плюс вот этот вот, все купить нужно, и лестница нужна там заходить, сходить, и плюс еще вот эти вот, чем убирать, плюс накрытие, чтобы вода, ну, закрыта была, чтобы туда ни песок не насыпался, плюс вот этот вот пылесос, который нужно его убирать, ну, чтобы чистить бассейн. Конечно, в 31 евро, ну, то я на двоих купила два абонемента, взрослый и детский, но даже если взять на семью абонемент, это вот намного дешевле получается, и тут ты пришел, ты ни о чем не заботишься, когда захотел, тогда и пошел, ничего не надо мыть, ничего не надо фильтровать, ни о чем не... ну, бассейн все-таки это классно. И у нас, если ты живешь здесь, нужно будет жестокий, жестикатив, домесель, или счет за телефон, там, за свет, за газ предоставить, и паспорта, что ты здесь проживаешь. Вот жителям дешевле, а те, кто... вот нам 2,50 за посещение за целый день, детский евро стоит, взрослому 2,50, детский 1 евро, и для жителей, там, из других городков, им по 3 евро, и детский евро 50, даже если так, то все равно получается дешевле. Ой, ну что, девчоночки, нужно что-то придумать на ужин, уже 6 вечера, я сейчас стараюсь, конечно же, после 6 не есть, но сегодня позавтракали мы очень так легко, йогурты, фрукты, на обед у меня был овощной суп-пюре из тыквы, тоже так, холодный. Я туда базиликовым нащипала, у меня такой куст большой покидала, чтобы такой он более пряный был, потому что, ну, такой вот получился у меня. Я кабачки добавила туда, немножко сладкого перца, тыква, немного моркови, немного помидор, уже готовые из банки брала, не свежие протирала, они уже без кожицы, очень удобно. Ну, какой-то вот он у меня слишком, ну, не то, что безвкусный, но такой маловкусный получился. И с базиликом очень хорошо пошло. И на ужин что, абсолютно, не знаю, есть не хочется, когда жарко, вообще кушать не хочется. Но Мелешка уже заявляет, что пора бы мама ужинать, тоже уже привыкла со мной ужинать в 6 вечера. Так что буду сейчас, посмотрю, что там у меня в холодильнике есть. Был бы кефир или, ну, леферментен, оно здесь называется. Я бы окрошки сделала. У меня огурчик есть, редис есть, курочка. Можно было бы такую легкую окрошку, но нет у меня кефира. Не знаю, возможно, сделаю салатик. Я прошлую неделю так каждый вечер, знаете, что готовила. Покупаю на рынке 2-3 килограмма помидор вот таких вот больших. Нарезаю моцарелла, сверху оливковое масло, базилик, немного соли. И просто великолепно. Без каких-то там мяса, рыбы. Салатик сделала, салатик сделала. Каждому на тарелку положила. Там, если там мужу или там сыну или Миленке, там, недостаточно. Мне вот так вот хватает такого салата на ужин. А им, если не хватает, то и сыр есть, и йогурт, и есть какие-то там печенюшки всегда у нас есть. Мне, ну, целую неделю ели. Уже, честно скажу, поднадоело. Так, пойду поставить, что там у меня есть в холодильнике, да. Что-нибудь состряпаю на скорую руку, да, будем ужинать, девчонки.